Шаббат шалом. После смерти моей мамочки я еще не проводила хлебопреломление. Дело в том, что мне нужно кое-что рассказать. Во-первых, я пришла сегодня с гостей моего племянника 21 год. Вы знаете, удивляешься своему настроению. Вроде нужно соблюдать траур, да? Но мне Бог дает вчера слово. Собирающиеся, те, кто собирается на вечерю, о вечере Господне, ожидайте друг друга. Вы знаете, скорби не надо замыкаться. Это все. Траур это душа наша, но это не то показное. Понимаете, просто нету человека, но душа рядом и мы обязаны общаться. Я где-то в сердце своем осудила, что мои братья не очень соблюдали как бы траур по своей маме полгода назад. И, наверное, я была не права. Я каюсь. Я назвала сегодня трансляцией Глорием. Кто знает, это планета, которая якобы находится за Солнцем и движется по одной орбите, так я поняла, с Землей. Кто слышал об этом, кто смотрел видео, там читал о ней, конечно, это все интересно. А ее существование якобы не доказано, но уже давно при Пифагории, так понимаю, существовала версия о том, что есть двойник Земли. Ну и так как у меня месяц посвящается сейчас памяти моей мамы, то я, конечно, вспомнила, как я однажды ей сказала, мамочка, вот есть планета, которая находится за Солнцем и движется так вот по траектории Земли. Вот может там живут наши родные покойные. Такое у меня было слово. Что я могу сказать? Зажгла свечку, которая вот догорает тоже, видите, в память мамы получается догорает свеча. Сегодня я прихожу, а у меня картина упала, порвалась веревка. Я шума не слышала, когда выходила, во всяком случае. Ну воспринято это как знак, что на кухне я не проводила трансляции. Поменяла я картину вот такую вот тоже, видите, как луна, огромная луна и пара танцует. И размышления, конечно, у меня тоже. Это же надо было мне вчера записать видео. И там, где труп, там соберутся орлы. И сегодня такая трагичная история в жизни депутата. Депутата, да? Погибает депутат, который возмущался беззакониями. Ну вскрывается некоторые подробности о его личной жизни. Он погибает, а у него невеста в положении, да? Тоже депутат. Что это? Я не знаю. Вчера я говорю о трупе, сегодня этот труп ночью появляется. Ну, я понимаю, что Бог что-то делает. Но наша жизнь продолжается. Совершается то, что должно было совершиться. Бог отделяет половинки. Вы знаете, это наука для нас. Пообщалась недавно с одной женщиной, давно с ней знакомой, верующей. У нее муж плохо ходит. Но завел роман, извините, за откровение, с ее подругой. И через какое-то короткое время он выпил немножко. В общем, его сбивает машина. Сильно травмирует и голову травмирует бедному. И он уже ей рассказывает о том, что у него якобы любовница. И он такой уже тогда начинал такой агрессивным быть таким. И эта подруга приходит и его проведывает. Жена ухаживает, она его приходит проведывать. Вот. Ну, там тоже, у нее тоже какие-то проблемы со здоровьем этой женщины тоже там. Ну, не важно. Но это беда. Я говорю, вот это вот такая вот беда, которая привела к многим судам Божьим. Получается, что Господь нас поделил по парам, по-любому. Это его воля была. Чтобы человек жил не для себя лично. Чтобы у него были половинки. В первую очередь, я считаю, это важно. Потом детки. В этом заключается смысл жизни. И, к сожалению, много соблазнов. Когда читаешь Библию, не знаешь, кто больше виноват. В притчах очень осуждается блудница, соблазны. Понимаете? То есть Бог взывает, чтобы... Сын мой, будь осторожен, будь мудрее. Не поддавай себе соблазны блудниц. Вот. Трудно очень простить измены, правильно? Очень трудно. Это беда. Измена – это трагедия. Вот. И у меня есть такое понимание, что то, о чём говорит Господь, о мерзости запустений, о этом трупе, о том, что один берётся, другой остаётся. Это создано для вечности. Это создано для того, чтобы мы оценили, что для нас значит наша половинка. Земля очень большая. Много на ней жителей. Вот смотришь, до чего достигла цивилизация. И когда мы рассуждаем, что же такое мерзозапустение, стоящее на святом месте. Это как раз есть. Всё банально, всё очень просто. Где святое место у Бога? Там, где происходит освящение. А где происходит освящение? Ну, Бог написал, что нужно молиться в тайной комнате. Для каких людей открыта тайная комната? Много ли людей молятся Богу? Ногим ли Бог открылся? Недавно я поговорила со своим соседом. Я спрашиваю, вы верите в вечность? Он начинает мне рассказывать, в воскрешении мёртвых. Он говорит, да. Начинает рассказывать, как он, будучи студентом, жил у одной хозяйки, там где-то в селе, в колхозе. И вот он ночью ложится спать в своей кровати. И тут к нему, прикасаясь, какая-то рука в голове, прикоснулась к спине. Он испугался, как это всё закончилось. Ему рассказывают, это к твоей хозяйке. Приходил я муж, он недавно умер. Вот. И этот человек, он молится сейчас. Он говорит, я молюсь, учина считаю. Вот. Я так понимаю, что вот таким образом Бог открывается людям. И вот через такие вещи, я не знаю, как это объяснить, но люди начинают верить в сверхъестественное. Сейчас, конечно, много информации, да. Снимается видео, фиксируется момент смерти людей, видно душу на видео, да. Не раз это было видно. Особенно впечатляет, когда умер, погиб ребёнок в автомобильной катастрофе. И как прямо солнечный луч, такой вот широкий луч прямо светил. И эта душа, такая светлая душа, такая яркая, шла, подымалась вверх. А души старшего возраста люди, да, так они имеют материальную такую какую-то структуру. Они напоминают человека и становятся на землю. То есть их силы притяжения. Ну то есть они ходят, они могут передвигаться, да, по земле. То есть они тоже имеют материальную какую-то структуру. Вот. И тёмный цвет фигуры, это, я так думаю, что это наши грехи. Я видела мамину душу, вот недавно как-то она так встала у меня, прямо на коленях так вот поднялась. Светлая такая личность. И ну после этого как-то я больше не было в день. Бог оправдывает. Бог оправдывает. Я думаю, что мы можем оправдать людей. Может даже и измены какие-то. Вот. Вот. Но Сознательный грех. Это плохо. Так что мирное запустение на святом месте, это то, что люди перестали молиться. Смотришь на жизнь, ну как-то больше поклонились Богу, правда. Но вот даже в тот период, ты смотришь и как искали Господа многие люди, это как традиция была молиться. Ну, я, конечно, за всем не усмотрю. У каждого своя вера. И это тоже Богу угодно. Вот. Мужчины как-то меньше, но тоже молятся. Все-таки молятся. А этот человек, мой сосед, он семь лет назад похоронил жену. Тоже произошло разлучение. Вот. Что я сказала маме? Там на Глории живут наши родные. Так трудно, да, верить в вечность в теле, в грешном теле. Так трудно понять, что на этой земле происходит. Какая борьба. Людей убивают. За правду. За что его убили, этого Полякова? Что он сам умер? Ну, конечно, сказки рассказывали, что он куда-то катался по городу с помощником депутата. Самое интересное, правильно сказала Наливайщенко, что до сих пор нету результата экспертизы, то есть был он пьяный, не был. Почему об этом молчании? А Чеплыга вообще сказал, что были отключены видеокамеры и еще нету записей. Что это вообще? Это вообще ошарашило меня. Как такое может быть? Это что? Уже все было запланировано. Кому это выгодно? Я не знаю, что происходит на этой земле вообще. Мне кажется, все-таки Бог должен перевернуть сознание людей. Да, трудно, конечно, размышлять, когда все так запутано. Порядочные люди погибают за правду. Тем более должно быть воскрешение. Только, наверное, беззаконники, которые уже не смогут покаяться, потому что, вы понимаете, вот говорят, то надо прощать, прощайте, прощайте. Нет, написано в Библии по-другому. Написано в Библии, кому простите, тому простится. А кому оставите, тому оставится. То есть, понимаете, я могу помыть тарелку, и она будет чистая. Если она будет грязная, то я возьму больше моющего средства и отмою ее, правильно? Если грязь древняя, то тем более, да? Если там какой-то жир накопился уже сзади, бывают такие тарелки тоже. Но как можно отмыть душу, которая натворила много зла? И думаете, Бог этого хочет? Он объяснил четко. На ком оставите, потом останутся. Не нужно всех простить. Правильно? Есть грех смерти. Я перечисляла те грехи и тех грешников, которые каким-то образом имеют защищаться. Убийствах своих, кражек своих, колдовстве своем. Они не покаялись. Блуде своем. Они не покаялись. Какие-то измены, которые произошли спонтанно, тоже не хочется. Но как-то можно оправдать. А если это все происходит, знаете, как зависимость какая-то. Все мало и мало. Как развлечение. Извините. Такое не прощается. Вот такая у меня сегодня фантазия о паре. Земля имеет пару свою на той стороне за Солнцем. Якобы наблюдали ее. Реально зафиксировали ее. Когда изучали солнечные эти пертуберанции, как они там называются. И увидели планету. А почему же тогда в космосе ее не видно? Тоже непонятно. И тут пара. И у земли пара. Но в откровении написано «И увидел я новое небо и новую землю». Ну что же. Я вас благословляю. Начинается шаббат. У меня очередное разочарование, когда смеются с субботы и говорят, что это только для евреев. Я пишу в комментариях к этому видео. Так что, может, и все десять заповедей для евреев? Потом пишу. Он говорит, что это законничество, требовать соблюдения закона. Я говорю, так извините. Отвергать закон – это беззаконие. А вот законничество – это не миловать. Это законничество. Есть десять заповедей. Суббота прописана четвертая заповедь. Значит, Богу это угодно. Но для меня это свидетельство жизни в теле. Чтобы мы находили, были здоровы. Чтобы мы находили покой. Восстанавливали свой организм. И, кстати, вот этот вот служитель, который в ютубе постоянно выступает. Я еще один комментарий написала. Там один лайкнул. А этот о том, что может все десять заповедей для евреев, когда он там возмущался. Ну, как для шаббата, для евреев. Ну, так по приколу. Я говорю, этот комментарий был удален. Все. Попала я в точку. Человеку не понравилось. Много здравого смысла, что его нужно было удалять. Или я же не ругалась. Я спрашиваю, значит, все. Десять заповедей. Ну, если суббота, четвертая заповедь отменяется. Говорят, ну, это не для евреев. Не будьте такими законниками. Почему вы соблюдаете? Почему вы так требуете субботу соблюдать? Хорошо. Ну, почему комментарий исчезли? Зачем? Как я сегодня пришла домой, мне в комментарии появился, но исчезли просмотры. Осталось 11 штук. Ничего себе другое. Жизнь продолжается. Что-то исчезает. Картина упала. Повесила другую. Поменялся интерьер. Господь благой. Сегодня такое у меня интересное выступление. И завершу его я молитвой. И хлебопреломением. Пусть Бог не прощает мою печаль. Я Ему доверяю, конечно. Будьте благословенны. Будем возвещать дела Господни. Счастливой субботы. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Продолжение следует...